Полно вам, люди, себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня я расскажу о сладостях. О сладостях, которые можно и нужно использовать для укрепления своего собственного здоровья. Это абрикосы. Так как в это время абрикос нету, лучше всего вот такие вот сушеные абрикосы использовать. Это самое лучшее. Их надо размочить, и они у нас станут вот такими вот. А для этого просто-напросто их заливаете талой водой, не кипятком, а талой водой. Оставляете на ночь, и у нас вот такие вот абрикосы становятся. Далее мы с вами будем использовать хурму. Вот такая хурма сушеная. Мы также поступаем, берем, заливаем ее на ночь обычной водой, не надо кипятком. Вот они разбухают. Воду мы сливаем. И продукт готов. Мы их выкладываем. Берем тарелочку и выкладываем. Смотрите, вот у нас получилась хурма, содержащая наиболее лучшие углеводы. И в отличие от конфет, и хурма, и сушеные абрикосы еще содержат к тому же клетчатку. Для того, чтобы сахар не сушил нас, а наоборот, помогал нам очищать желудочно-кишечный тракт. Теперь смотрите, что я делаю. Да, и еще мы будем использовать, опять-таки, проросшую пшеницу. И в качестве свежущего материала мы будем использовать с вами мед. Лучше всего мед использовать цветочный. И получается, что хурма, сушеные абрикосы и пшеница, все это, да, и мед, все это углеводы, быстрые углеводы. Но так как они содержат еще у нас и клетчатку, все-таки они будут всасываться более-менее нормально в желудочно-кишечном тракте и не вызывать резкого повышения сахара, как это делает, ну, та же конфета, тот же сахар. Но в любом случае использовать все-таки надо, их будет осторожно. Итак, для приготовления мы берем с вами хурму, размочили ее и будем все это перемалывать, делать однородную массу. Для этого мы должны хурму подготовить. Так как здесь есть косточки, мы эти косточки должны удалить, иначе поломаем нашу мясорубку. Смотрим, есть ли здесь косточки. Ага, вроде бы как здесь нету. Теперь поперек. Нету. Еще разок. Ага, вот она, косточка одна есть. Видите? Вот ее-то надо и убрать, чтобы не поломать нашу замечательную мясорубку. Подготавливаем второе. Разрезаем поперек. И смотрим, здесь нету, а здесь и здесь нету. Ага, нет, вот все-таки имеется. Поэтому достаем косточку и аккуратненько ее отделяем. А тут не одна косточка, а целых две. Вот они какие. Удалили. Ну и еще остаются у нас две хурмы. Это мы с вами удаляем. Нам не понадобится. Режем пополам. Сразу чувствуется, нож натыкается на косточку. Это хорошо, что она обнаружилась. Так, мы ее удаляем. Все, больше косточек нету. И последняя хурма у нас осталась. Разрезаем. Вот таким вот образом. Какая твердая, тогда действуем наоборот. Режем вдоль. Так. И смотрим, что у нас тут твердого такого было. Угу. Косточка имеется? Имеется. Вот она. Больше нету косточек. Теперь здесь смотрим, что у нас. Косточек нет. А имеется вот такая вот древовидная плодоножка. Вот так вот мы ее обрезаем. Все, хурма у нас подготовленная. Так. Можно перемалывать. Абрикоски у нас все сушеные. Без косточек они пойдут. Итак, мы с вами берем опять-таки проросшую пшеничку. Вот. Кладем сюда горсточку. И равномерно все это уже здесь начинаем смешивать с хурмой и абрикосами. Вот так вот. Включаем и начинаем все это перемалывать. Так. Включили. И потихонечку. Опа. Пошло у нас. Так. Все. Мы с вами получили вот такой вот фаршик. Теперь этот фарш мы с вами должны хорошенько перемешать. Исходное сырье для наших конфеток уже имеется. Мы его сюда выкладываем. И хорошенько перемешиваем. И хорошенько перемешиваем. Раз руки у вас чистые, делайте это своими собственными руками, с любовью к продукту, с любовью к самим себе. И вот так вот все это перемешиваем. Так. Важно, чтобы все компоненты соединились в одно целое. И они у нас как раз соединяются. Вот. Так. Теперь мы с вами вымоем руки. Оботрем ручки. Потому что они должны быть теперь у нас сухие. И добавим меда. Меда много добавлять не следует. Именно столовую ложечку. Все. И хорошенько все это вымешаем опять. Руками не будем. А будем ложечкой все это тщательно мешать. И ложку лучше всего использовать серебряную. Как я. У меня эта ложечка серебряная. И что мы в итоге с вами получаем? Помимо того, что мы с вами получаем сладкую смесь, мы получаем еще и целебную смесь. В которой имеется клетчатка. Она заставит работать наш желудочно-кишечный тракт. Она сформирует нормальный стул. Клетчатка всосет различные вещества, ненужные для нашего организма, но тем не менее находящиеся в полости толстого кишечника. И выведет их наружу. То есть с помощью этой сладкой смеси мы с вами будем еще очищать организм. Дополнительно она будет нас питать. Почему? Потому что здесь содержится огромное количество витаминов, минеральных веществ, которые необходимы нашему организму. И кстати, здесь содержатся такие вещества, обилие калия, которые будут способствовать тому, что будет выводить лишнюю воду из организма. Поэтому здесь в организме у нас не будет наблюдаться никаких отеков, которые образуются вечером. Начинают отекать у нас ножки. Вот. А утром, когда мы просыпаемся, лицо заплывается. То есть все это будет у нас уходить. Естественно, много есть его не надо. Одну столовую ложечку в течение дня. И это будет нормально. Причем, знаете, как съедать? Лучше не глотать, а рассасывать во рту. Значит, медок мы с вами добавили. Теперь что мы можем сделать? Для пикантности мы можем сделать эту смесь более такой насыщенной фитонцидами. Для этого мы с вами берем специю и натираем ее. Порошочек натираем, натираем. Много не надо. И к специи, вы видите, она такая, это не столько жгучая, сколько более ароматная. Эта специя, которая, помимо того, что оздоравливает работу желудочно-кишечного тракта, нормализует микрофлору, раскрывает различные сосуды, пищеварительные железы, улучшает текучесть желчи и способствует разжиганию аппетита и страсти. Более того, она также стимулирует и работу нашего мозга, делая ее более такой острой. Поэтому, вот эта смесь, которую я сделал, очень хорошо подойдет в качестве завтрака, а также можно использовать и в обед, но не более одной столовой ложки. Для улучшения работы мозга, чтобы наши школьники учились лучше, им что нужны? Нужны углеводы, быстрые углеводы нужны, они как раз здесь есть. Им нужна острота ума, как раз специя ее нам дает. Им надо здоровье? Конечно, надо, чтобы они полноценно и трудились, и учились. Витамины группы В есть? Есть. Вот она, обилие как раз, которое здесь имеется. Поэтому, эта смесь как раз обладает всеми теми свойствами, которые нужны человеку для полноценной учебы и здорового ощущения самого себя. Кстати, эту смесь можно использовать и спортсменам. Получилось вкусное и, знаете, сладкое, но вот в отличие от искусственных сладостей, допустим, если там слишком много сахара или еще что-то там такое намешанное в продукте, то получается какая-то приторная сладость. А здесь, наоборот, сладость получается такая приятная и естественная. Ту, которую просто-напросто организм наш и хочет употреблять. Еще разок съедим. При этом никакой сухости во рту нет. А наоборот, только какое-то особое удовлетворение как будто мы с вами съели бальзам, который нужен нашему организму. Действительно, когда вот сделаешь тот продукт, который нужен для нашего здоровья и начинаешь его есть, то ты ощущаешь, что само тело начинает тебе подсказывать, да, это именно то, что надо. Итак, мы с вами сделали природную сладость, которую употреблять лучше всего, не более столовые ложечки, лучше всего с утра, для того, чтобы мы активно включались в работу. Очень хорошо ее использовать школьникам, студентам в качестве завтрака или на завтрак, да. И, кстати, не запивать ее, ее надо просто-напросто взять и съесть как самостоятельный прием. А уже потом там можно что-то там выпить, там что-то там съесть, но самое главное, ее надо съесть как самостоятельный прием, а после все остальное. Очень хорошо ее использовать спортсменам, которые тяжело тренируются, тренируются, много тратят. С помощью чего восполнять потраченную энергию? Оказывается, вот эта вот смесь будет этому и способствовать. А именно, смотрите, это не просто быстрые углеводы, которые там раз, сгорели и все. Это еще витаминная смесь, которая будет обновлять и поддерживать те ткани, которые особенно трудились, например, мышечную ткань. Она будет очень хорошо восстанавливать и за счет углеводов, и за счет растительных белков, и за счет огромного количества витаминов группы В. То есть, знаете, я бы так сказал, вот эта вот смесь будет являться тайным средством к успеху в достижении спортивных результатов. Особенно те спортсмены, которые тренируются, допустим, в беге, тяжелоатлеты, борцы и ряд других пловцы, те, которые тратят много энергии. Для ее восстановления лучшего блюда не найти. Поэтому я им рекомендую именно вот это вот. Дополнительно смотрите, что у нас происходит. Хурма сама по себе и абрикосы сушеные очень хорошо поддерживают работу сердца. Сердце у спортсменов изнашивается от больших нагрузок и неполноценного питания, восстановления. Поэтому вот эта смесь будет прекрасно действовать на сердце. Оно будет его укреплять. Физическая нагрузка не будет разрушающим фактором, а наоборот, она будет созидающим. Почему? Потому что пища будет его укреплять. Когда имеются большие физические нагрузки, но нету полноценного восстановления, как правило, возникают проблемы с сердцем. А если мы с вами будем употреблять вот это вот блюдо, никаких проблем у нас с сердцем не будет. Наоборот, оно только будет укрепляться. Все, кто испытывает проблемы с кишечником, там имеют скрытые запоры, плохо выделяется там желчь, идет камнеобразование. Смотрите, вот это вот как раз пища будет способствовать тому, что будет запускаться, естественно, самопроизвольная работа желудочно-кишечного тракта. Все будет работать как часы. Особенно я бы вам порекомендовал посмотреть за своими детьми. А как, какой у них стул, а как они ходят, не жалуются ли они на подобные проблемы. И если что-то подобное есть, сразу же использовать вот эту вот смесь. Пропорции. Пропорции вы видели. Лучше всего примерно взять один к одному. Одну часть прорушившей пшеницы, одну часть размоченной кураги, абрикос, одну часть сушеной хурмы, размоченной. Вот. И половину, половину меда. Можно, конечно, и одну часть, но поэкспериментируйте. Возьмите половинку меда. Все это смешайте, да. И далее, далее. Вот эти специи. Вот эти вот специи удивительные. Там куркума, имбирь и прочие-прочие специи, они усиливают наш иммунитет, усиливают пищеварение, усиливают умственные способности. И, в конце концов, милые мои женщины, если ваши мужчины как-то к вам охладели, и у них уже не та страсть, которая была раньше, вы можете использовать опять-таки эту целебную смесь. Помимо того, что она придает силы организму, здесь имеются и витамины Е, которые так необходимы нашему организму, и в период, будем говорить, роста, и в период половой зрелости, и в период для того, чтобы угасания организма не было, а он был отодвинут этот период как можно дальше. И если вы беременны, и если вы кормите, и если вы там выхаживаете, и так далее, и так далее, просто съели одну столовую ложечку для того, чтобы вас любили, чтобы вы не стали, если были красивыми, чтобы вы хорошо учились, и используйте природные сладости, которые я сделал на ваших глазах. Кстати, охранить ее можно просто-напросто в холодильнике. Доброго вам здоровья и приятного аппетита! Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова